Добрый вечер, дорогие мои друзья, добрый вечер, мои коллеги, мои соратники. Сразу хотелось бы вас поблагодарить за вашу молниеносную реакцию, за вашу неимоверную поддержку, за ваши усилия по поиску пропавшего вам верного коллеги. Друзья, да, сегодня действительно был беспрецедентный случай, поражающий своей беспринципностью, наглостью и изобретательностью. С 10 до 11 мне на телефон поступил звонок с просьбой приехать на встречу для разъяснения позиции нашего традиционного совета. Однако меня встретили люди далеко не дружелюбные и далеко не единомышленники. Вытащив меня с машины, они погрузили меня в свой микроавтобус и завезли всем известную парковую, по-моему, если я не ошибаюсь, один. Друзья мои, ну, я всегда вас призывал к борьбе. И сегодня у меня появилась уникальная возможность, как говорится, испытать свои силы. Вы знаете, что? Главное не бояться. Это настолько ничтожные и мелочные люди. Они, я думаю, сегодня получили достойный урок, а завтра у нас в городе можно сделать маленький праздник. Я думаю, что на одного капитана или на одного лейтенанта, а может быть даже и майора, должно стать меньше. Так что, друзья мои, что я могу сказать? Привет Вакульчику. Господа, я вам скажу, эти люди уже давно за нами следят. Эти люди давно за нами ходят. Причем ходят по пятам. Они не только слушают нас через специальное устройство, они нас слушают вот прямо вот так. Так что, будьте бдительны. Теперь, что касаемо нашей борьбы. Друзья мои, я не Вадим Прокопьев. Я не буду выпускать дистанционно, значит, никакие видеоролики и все прочее. Я в ближайшее самое время постараюсь к вам присоединиться. И мы продолжим нашу показательную, примерную борьбу. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Живе Беларусь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!